Беседа 4350, Деяние 18.18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. С ним Акила и Прескила, остривший голову в кенхреях по обету. Смотри, как закон потерял силу. Смотри, как они стеснялись совестью. Остряжение головы по обету было иудейским обычаем. Следовало при этом принести и жертву, которая не была принесена после того, как били со сцена. Павлу надлежало удалиться, потому он и поспешает. Несмотря на просьбу, пробыть у них не соглашается. Достигший Ефеса оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили пробыть у них доли, он не согласился. Для чего же он опять идет? В Антиохию. А простился с ними, сказав, мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Он питал к этому городу особенную любовь. Это человеческое чувство, потому что здесь ученики стали называться христианами. Здесь он был предан благодати Божией. Здесь он успешно окончил дело касательно учения об обрезании. Сам отправился в Сирию, а спутников своих оставил в Ефесе. Вероятно, для того, чтобы они здесь учили, так как находясь при нем столько времени, они многому научились. Только от иудейского обыча он еще не отклонил их. И так вот и жена действует и учит подобно мужам. Идти в Азию он затруднялся, думаю, по каким-нибудь настоятельным нуждам. Смотри, как он, несмотря на просьбу остаться здесь, не согласился, потому что спешил отправиться в Иерусалим. Впрочем, оставил их непросто, но с обещанием. А как именно? Послушай. Что? Пишет 19. Достигший Ефеса оставил их там, а сам пошел в синагогу и провел. Достигший Ефеса оставил его Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь в Господень. Если он знал только Иоаннов о крещении, то как же он говорил духом? Дух не сообщался при этом к крещению. И если оставшиеся после него ученики имели нужду в крещении Христовом, то тем более он должен был иметь в нем нужду. Что же сказать на это? Ненапрасно писатель поместил одно след за другим. Мне кажется, что он был один из тех 120 лиц, которые вместе с апостолами, крещеные Духом Святым, которые вместе с апостолами, крещеные Духом Святым, и другие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Таким образом, на кого он возлагал руки, те получали духа. Можно было иметь духа и не обнаруживать этого, но они обнаруживали это действием, тем, что говорили иными языками. Продолжение следует... Впоследствии же времени они жили в Каринфе, о них он превосходно отзывается и приветствует их в послании к римлянам, 16.3. Потому мне кажется, что они впоследствии отбыли в Рим, так как любили жить в этих местах, из которых были изданы при Нероне. И Сашет говорит в Кесарию. Мне кажется, что верующие там собирались к нему. Он не тотчас оставляет их, и смотри, как он спешит к ним. Прочие же страны проходят, чтобы своим посещением утвердить учеников. Иудея не некто, говорит, а полос именем. Он был муж ревностный, потому и предпринимает путешествия. Твердо обличал иудеев. О нем, говорит Павел в послании, в том, что он обличал перед людьми, являлась его смелость. В том, что твердо открывалась сила. А в том, что сказывал из божественных писаний, выражалась опытность. Так как и смелость сама по себе нисколько не приносит пользы, если нет силы. А сила без смелости. Итак, не напрасно Павел оставил Акилу и Ефесе. Но, может быть, для полоса дух устроил это, чтобы он явился в Коринф с большей силою. Но почему против него ничего не делали, а на Павла нападали? Они знали, что этот муж был главой, или что велико было имя его. Приняли его, говорит Акила, и прескила. Смотри, как все тогда совершалось с верою. Не было ни зависти, ни ненависти. Акила учит, но большему и сам научается. Пробывши некоторое время с Павлом, они так научились, что стали способными учить и других. Когда же, говорит, хотели прийти в Ахайю, то написали тамошним ученикам принять его. Объясняет, для чего они пишут послание, для того, чтобы, говорит, приняли его. Далее, откуда видно, что бывшие в Ефесе ученики имели крещение Иоаннова? Из того, что на вопрос, во что вы крестились, они отвечают, во Иоаннова крещение. Может быть, они ходили в Иерусалим и возвратились оттуда крестившись. Но и крестившись не знали Иисуса. Не говорит им, веруешь ли вы Иисуса, но что, приняли ли Духа Святого? Знал, что они не имели его, но хочет, чтобы они сказали это. Чтобы, узнав, чего не достает им, сами просили о том. Самого крещения пророчествуют. Этого не сообщало крещение Иоаннова, потому оно и было несовершенно. Оно только приготовляло к получению таких благ, так как Иоанн, крещая, хотел, чтобы веровавшие в грядущего по нем, отсюда открывается великая истина, что крещающиеся во имя Христова совершенно очищаются от грехов. Если бы не очищались, то эти люди не получили бы Духа и не сподобились бы тотчас же даров Его. И смотри, дар был двоякий – языки и пророчества. Хорошо он назвал крещение Иоаннова крещением покаяния, а не отпущения, возводя их к тому убеждению, что оно не сообщало последнего, так как отпущение и сделало крещение после данного. Почему же они получили Духа, не учили, тогда как Аполлос и не получив Его учил? Потому что они не были столь ревностны и столько научены, а он был и научен весьма ревностен. Мне кажется, что этот муж имел и великое дерзновение. Впрочем, хотя он и правильно учил о Иисусе, однако имел нужду еще в подробнейшем научении. Таким образом, хотя он и не знал всего, но на свое усердие сподобился Святого Духа, подобно тому, как бывшее Корнилием. Может быть, многие желают, чтобы и теперь было крещение Иоаннова, но в таком случае многие не стали бы заботиться о добродетельной жизни, или можно было бы подумать, что каждый для этого, а не для Царствия Небесного, заботится о добродетели. Кроме того, было бы много лже-пророков, нечасто являлись бы искусные, не ублажались бы принимающие веру просто. Ведь как блаженно не видевшие и уверовавшие, так и верующие без знамений. Не лукоризнули, скажи мне, Христос сказал иудеям, и знамения не дастся вам. Если не увидите знамений, то и не уверывайтесь. Итак, мы ничего не потеряли, если и только захотим быть внимательными. Главное благо мы получаем в крещении, отпущении грехов, освящении, причастие духа, усыновление, вечную жизнь. Чего же еще хотите? Знамений? Но они упразднились. Ты имеешь веру, надежду, любовь, которая пребывает. Их ищи, они больше знамений. И что они могут сравниться с любовью, которая больше всего, говорит апостол? Ныне же любовь оскудевает. Осталось только имя ее, а на деле ее нет. Но разделились мы между собой. 354. Что делать, чтобы соединиться? Ведь легко обличать, но это только половина дела. Нужно еще показать, как устроить общение. Нужно о том позаботиться, как нам соединить разделившиеся члены. Не о том только нужно заботиться, чтобы нам принадлежать к единой церкви или содержать один и тот же догмат. Но нехорошо то, что, имея общение друг с другом, во всем прочем, мы не имеем его в необходимом. Мы, по-видимому, находясь в мире со всеми, не соблюдаем мира между собою. Не на то, смотри, что мы не ссоримся между собою каждый день, но на то, что у нас нет истины, искренней любви. Нам нужны обвязывания и леи. Помним, что любовь есть признак учеников Христовых, что без нее все прочее не значит ничего, что она ей сделает не трудно, если захотим иметь ее. Да, скажут, мы знаем это, но как достигнуть этого? Что нужно, чтобы она была у нас? Как сделать, чтобы мы любили друг друга? Наперед устраним то, что противно любви. Тогда приобретем и ее. Пусть никто не помнит зла, не завидует, не радуется о зле. Это препятствует любви, а другое способствует ей. Недостаточно уничтожить препятствия. Нужно иметь и то, что способствует. Действия, нарушающие любовь, а не созидающие. Исчисляет Серах именно поношение, откровение, тайны. Лесть Серахов 22.25. Для тех иудеев, как людей плотких, этого было достаточно. Для нас же нет. Не этому только учим вас, но и другому. Для нас без любви все бесполезно. Пусть будут у тебя бесчисленные блага. Какая в том польза? Пусть будет богатство, роскошь. Но без любящих тебя какая в том польза? Нет блага прекраснее этого даже в житейском отношении. Напротив, нет ничего хуже вражды. Любовь покрывает множество грехов. А вражда, напротив, подозревает и то, чего нет. Недостаточно только не быть врагом. Нужно еще питать и любовь. Помни, что так повелел Христос, и этого довольны. Самая скорбь содействует любви и укрепляет ее. Но что же скажет? Теперь, когда нет скорби, объясни, как нам стать друзьями. Но скажи мне, разве у вас нет каких-нибудь друзей? Как вы стали друзьями? Как остаетесь ими? По крайней мере, пусть никто не враждует против другого. И это немаловажно. Пусть никто не завидует. Не завидующий, не может быть и клеветником. Все мы живем в одной вселенной. Питаемся одними и теми же плодами. Этого мало. Мы сподобляемся одних и тех же таинств. Одной и той же духовной пищи. Вот побуждение к любви. Но как скажет нам сохранить теплоту любви? А что возбуждает любовь плотскую? Телесная красота. Соделаем же и души наши прекрасными. И будем питать любовь друг к другу. Ведь нужно не только любить, но и быть любимыми. Сделаем сперва это то, чтобы нас любили. Тогда легко будет и то. Как же сделать, чтобы нас любили? Будем добрыми. И мы достигнем, что всегда будут любящие нас. Пусть каждый заботится не только о приобретении имущества или рабов, или домов, сколько о том, чтобы быть любимыми. Чтобы иметь доброе имя. Лучше доброе имя, нежели многое богатство. Притча 22.1 То постоянно, а это скоро приходящее. Это можно приобресть, а того нельзя. Кто заслужил недоброе имя, тому трудно освободиться от него. А бедный с именем добрым скоро может сделать все богатым. Пусть один имеет тысячи талантов, а другой сто друзей. Последний богаче первого. Будем же делать это непросто, но как бы совершая куплю. Как же это? Ибо гортани, говорит сладкое, умножит друзей своих приятный язык. И язык доброглаголевый. Сирахов 6.5 Будем иметь уста исполненные хвалы, нравы чистые. С такими свойствами нельзя скрыться. Посмотри, какие узы любви придумали внешние язычники. Кумовство, соседство, родство. Но у нас есть нечто больше всего этого. Это священнейшая трапеза. Между тем, многие из нас, приступающие к ней, даже не знаем друг друга. Это происходит, скажет, от многочисленности. Нет, от нашего нерадения. Три тысячи и пять тысяч верующих было вначале, и все они имели одну душу. А теперь и не знают друг друга, и не стыдятся этого, ссылаясь на многочисленность. Кто имеет много любящих его, тот не преоборим, ни от кого, тот сильнее всякого властителя. Не столько оруженосца охраняет последнего, сколько первого, любящего его. Они славнее того, один охраняется своими рабами, а другой людьми, равными ему. Одного охраняет не по своей воле, а из страха, другого добровольно и без страха. Чудное бывает здесь явление, единство во множестве и множество в единстве. Так, в игре на гуслях, хотя звуки различны, но симфония одна. Один из умов музыканта, играющий на гуслях, так и здесь. Гусля — это любовь, звуки — это происходящие от любви дружеские речи, производящие все вместе одной и той же гармонии и симфонию. Музыкант — это сила любви, она издает сладостное пение. Я хотел бы, если это возможно, ввести тебя в такой город, где была бы одна душа. Ты увидел бы какое там согласие сладостнейшее всяких гуслей и всякой свирели, не издающие ни одного нестроенного звука. Это согласие доставляет радость ангелам и самому Господу, ангелам. Служит приятным предметом зрелища для всех сил небесных, укращает ярость демонов, обуздывает порывы страстей. Это согласие не только укращает страсти, но не попускает и восставать им, и производит великое молчание. Как на зрелище все в молчании слушают хор играющих, и не производит ни малейшего шума. Так и у любящих друг друга, когда любовь поет песню свою. Все страсти усмиряются и успокаиваются, как звери обузданные и укращенные. А где вражда, там все напротив. Но не станем говорить теперь о вражде, будем говорить только о любви. Скажешь ли что-нибудь опрометчиво, никто не осуждает. Но все извиняют. Сделаешь ли что-нибудь, никто не имеет подозрения, но оказывает великое снисхождение. Все готовы подать падающему руку помощи. Все охотно стараются поднять его. Поистине, любовь есть крепкая стена, неприступная не только для людей, но и для дьявола. Кто окружен множеством любящих его, тот не может впасть в опасность. Нет у него поводов к гневу, но всегда он чувствует сердечное спокойствие, радость и веселье. Нет поводов к зависти, нет случаев к памятозлобию. Посмотри, как легко исполняет он и духовные, и житейские дела свои. Что может сравниться с ним? Он как бы город отовсюду, огражденный стенами, а тот, не имеющий любви, как бы город ничем не огражденный. Быть виновником любви – это великая мудрость. Уничтожь любовь и разрушишь все. Не спровергнешь все. Если же подобие любви имеет такую силу, то какова должна быть сама истинная любовь? Итак, увещевая у вас будем стараться, чтобы были любящие нас. Пусть каждый упражняется в этом искусстве. Но вот я, скажет, заботюсь об этом, а тот не заботится. Зато и большая награда ожидает тебя. Так скажешь. Но это трудно. Отчего, скажи мне? А я говорю и уверяю, что если только десять человек из вас соединиться, и вы приметесь за это дело, подобно тому, как апостолы за дело проповеди, или пророки за дело учения, если так и вы будете приобретать друзей, то получится великая награда. Устроим себе изображение царя. Это признак учеников. И не делаем ли мы более, чем если бы вложили в них силу воскрешать мертвых? Диадема и Парфира – отличие царя. Без них хотя бы на нем были золотые одежды, он еще не является царем. Так и ты усвояй себе этот признак и приобретешь любящих и для себя, и для других. Никто, будучи любим, не станет ненавидеть. Изучим же эти краски, какими пишется, из каких составляется это изображение. Будем приветливы, не станем ожидать этого со стороны ближних. Не говори, если я вижу, что другой выжидает, то, сделав это, я унижаюсь перед ним. Напротив, если видишь его в таком состоянии, то сам предупреди и угости страсть его. Ты видишь больного, для чего же усиливаешь болезнь его? О том особенно и больше всего будем стараться, чтобы чести друг друга предупреждать. Не думай, что отдавать предпочтение другому, значит унижать самого себя. Предпочитая другого, ты отдаешь честь самому себе, делаясь достойным большей чести. Будем же всегда уступать первенству другим. Не будем помнить сделанного нам зла, но только добро. Никто так не приобретает нам любви других, как язык, исполненный благодарности. Уста, готовые на похвалу, душа негорделивая, отсутствие тщеславия, презрение к почестям. Если будем исполнять это, то соделываемся неуловнимыми для святых дьяволов и тщательно упражняясь в добродетели, сподобимся благ, уготованных любящим Бога, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресне, и во веки веков. Аминь.